Всем доброго раннего утра. Все наши спят, а я здесь еще работаю, видите. Пока еще пишу. Сегодня уже не сниму, наверное, потому что сил не хватит. Нужно все это переписать, расставить по местам. А завтра уже сниму. Хочу, чтобы вы послушали. Звуки леса. Звуки леса. Субтитры делал DimaTorzok Такое совещание идет нереальное Вот здесь я обычно летом сижу В тишине, в покое И делаю заметки Готовлюсь к лекциям Что я буду снимать, о чем я буду рассказывать Чтобы ничего не забыть Чтобы тема была полной, насыщенной, глубокой Вот так я живу много лет Ну, 20 лет своей жизни, по крайней мере, точно Просто начала в интернете это выкладывать Наверное, лет 14-15 назад примерно так началось это все Сначала в одноклассниках Я помню Вот Разговаривала часами Писала СМС-ответы Когда люди обращались Я помню, насколько я устала От этого монитора От телефона Километровые там Не всегда людям Было удобно, чтобы мы разговаривали И мне это уже не всегда было удобно Я просто думаю Когда-нибудь придет время Я просто более Буду отвечать как бы Каким-то другим способом И более плодотворно пройдет мое время Меньше будет писанины Изобрели ватсап Вайбер, ватсап У меня был вайбер Когда-то удалила Потому что Очень нудно, долго, честно говоря Ватсап удобнее Пока что так Как было непросто, нелегко Сколько было трудов Если бы только знали Сколько Сколько бессонных ночей Сколько Сколько усталости Сколько просто Измученности Выжатости И отчаянных моментов Но все прошло Все преодолели Поэтому я всегда говорю Никогда не сдавайтесь И вы увидите Как сдаются другие Это не я сказал Это Сказал, по-моему, Юли Цезарь Если я не ошибаюсь У великих людей Есть чему Научиться Потому что они были Целеустремленные Упорные Сильные личности Когда всякие Недоразвитые существа Пытаются представить Меня Помешанной На деньгах Знаете, если вы Не стремитесь К достатку Это не означает Что Те, которые Стремятся к достатку Они помешаны На деньгах Наоборот Я вам скажу Очень спокойно Отношусь ко всему Никогда Не была на этом Зациклена И Всегда легко Расставалась С огромными суммами Легко расставалась И Очень много Кому помогла И очень много Кому оплачивала Лечение Помощь В трудной ситуации И до сих пор Это делаю И делаю это И буду делать дальше Это правильно Это не нужно афишировать Но это есть Именно поэтому Мне и дают Силы Потому что Я тоже делюсь Я не забываю О том, что Есть люди Которые не могут О себе позаботиться Есть люди Которые Не могут ходить Есть люди Которые Не могут Не могут В этой жизни Ничего сделать В силу того Что они Нездоровые Что они В трудном положении Есть дети Которым Нужна помощь Есть старики Есть в конце концов Живые создания Лохматые создания Которые Тоже нуждаются В нашей помощи И это тоже Это такое же благо Это такая же человечность Помочь им Выжить В трудной ситуации Но я хочу Просто сказать Что если вы Не обеспечите В начале Себе Достойный Быт У вас Не будет Ни желания Ни настроения Ни возможности Кому-либо Помочь Ты не можешь Думать О культуре О просвещении Когда Тебе завтра Нечем Ребенка Кормить Понимаете Это можно Говорить Без конца И края Нет Духовно Богатых Людей Которые Не стремятся К материальному Богатству В жизни Этого Нет Ну По крайней мере К достатку По крайней мере К тому Чтобы твой Ребенок Одевался И ел Не хуже Других У меня Бабушка Говорила Когда нужда Заходит в двери Любовь прыгает В окно Многие Семьи Расходятся Именно Из-за Материальных Скажем Проблем Именно Потому что Вместе Живут Потому что Кто-то Работает Тянет Всех Остальные Этим Пользуются Естественно Человек Нервный Естественно Может И сорваться На них И так далее Это может быть И свекровь И свекр То есть Семья Должна быть Сплоченная И каждый Должен Вносить Свою лепту Как-то Что-то делать Для общего Дела Это все Идет От материальных Проблем Мир Материален Поэтому Все Все Повязано На этом На самом деле Знаете Легко Деньги Не достаются Но Если человек Нашел свое Призвание То По крайней мере Ему приятно И работать И за это Получать Плату Поэтому Я всегда Говорю Сначала Стремитесь К независимости А любовь Все такое Оно Придет Поверьте Мне Не зацикливайтесь На любви Вот Некоторые Женщины Мне Когда пишут Я хочу Встретить Мужчину Я говорю А вот С какой Целью Ну В смысле С какой Ну В прямом смысле Все что вы В жизни Хотите Задайте себе Следующий вопрос А для чего Мне это надо Это обязательно Нужно задать Что значит Вот Ну просто хочу Чтобы был мужчина Просто не бывает Для чего Для сексуальных Потребностей Удовлетворения Для того Чтобы родить ребенка Чтобы создать семью Чтобы Свои материальные проблемы Решить Или просто любить Или Вам одиноко И вам страшно В жизни Вам нужна защита Все что угодно Понимаете То есть Вот задаю вопрос А зачем Вам сейчас Мужчина нужен Ну вот у меня Кредиты У меня долги Я говорю Ну тогда вам Не мужчина нужен Вам просто Нужен спонсор И вы думаете Что он это Не почувствует Не поймет Что вы Просто хотите Им пользоваться Для того Чтобы решить Свои проблемы Материальные Ну он же Мужчина Как бы Все понятно Что он мужчина Но Вы когда Вот Вам будет приятно Если С первых же дней Мужчина принесет Вам Все свои вещи Грязные Носки Да И вывалит Просто У вас на полу И скажет Вот это надо будет Постирать Вот мне это Там нужно погладить Вы Два дня знакомы А он уже Все свои проблемы На вас завалил Все женские обязанности Вам это приятно Вы не скажете Ты еще Не завоевал Мое сердце Ты еще Для меня Ничего не сделал Ничего не стоишь Ты для меня еще никто А я уже должна Гладить Твое белье Я не знаю Стирать Готовить борщ И так далее Вы же возмутитесь Правильно Потому что Вы еще не заслужили То есть он еще не заслужил Это право Чтобы вы о нем Так заботились Как жена Так а чем вы заслужили Это право Чтобы он С первых же дней Тут же начал Покрывать ваши кредиты Тащить уже Картошку С магазина Вы понимаете Что Вы ищете Не родную душу Вы ищете Просто спонсора И таким образом Вы никуда Не пойдете В этой жизни Никогда Понятное дело Что он должен О вас заботиться Но Вы должны ему Дать время Чтобы он Чтобы вы стали Для него родным человеком И тогда уже Ему и говорить не нужно Он сам это будет делать Потому что он вас полюбил И вы Близкий человек Задумайтесь над этим Для чего он нужен Вы сами должны Подниматься Вы должны быть Независимый человек И мужчинам И женщинам Нравятся Целеустремленные Сильные люди Мы же тоже Не хотим Чтобы рядом с нами Был бомж какой-нибудь Который валяется На каждом углу Нет Правда Но так же И мужчине не хочется Чтобы рядом С ним была Абсолютно Несчастная Слабая Не знаю Какая-то Непонятное Существо Непонятное А материальная Независимость Это труд Друзья мои Без труда Никак Невозможно Ничего Ничего В этой жизни Не бывает Если человек Думает Что Можно Да Можно легко Подняться Я согласна Легко И просто Но это Некоторое время Посмотрите На жены Олигархов Как они Заканчивают Свою жизнь На их похороны Даже Дети не приходят Хотя Они носили Самые дорогие Украшения Самые крупные Бриллианты Ну и что Конец их жизни Очень жалок Знаете Я иногда Смотрю Жизнь Известных Женщин Сколько Сплетен Ненависти И все Зациклены На их Камнях На их Дорогих Мехах И все Такое Понимаете Как Каждый Человек В этот Мир Приходит Для Определенной Цели Кто-то Приходит Чтобы Блистать И уйти И остаться В истории Навечно Оставить Своё имя Кто-то Приходит Тихо Мирно Жить В силе Работать Со своим Мужем Создать Семью Родить Много Детей Уйти У каждого Из них Своё предназначение Никто из них Бесполезно Не живёт Не обязательно Чтобы ты был Известным Человеком И только тогда Ты состоялся Нет Это Совершенно Не об этом Говорит Ты можешь быть Известным Человеком И Оставить После себя Только имя А можешь быть Безызвестным Человеком Оставить Целую Династию Здоровых Хороших Детей У каждого Своё предназначение И Нету Знаете Такого Сопоставления Кто Лучше Прожил Кто хуже Прожил Каждый Прожил Свою жизнь Как смог Или Как ему дали Как позволили Но Смотрите Кто-то Всю жизнь Живёт Ну по крайней мере Зрелую жизнь Вот начинает Естественно Может вначале Быть бедным Тяжело жить Подниматься Постепенно Ну по крайней мере Уже Остаток Твой жизни Да Или Основную Часть жизни Проживает В богатстве В Уважении В дарах И вот мы Когда осмотрим Например Жизнь известных Женщин Их знаменитые Бриллианты Их Образ жизни Их стиль Сколько Им было Подарено Сколько Был у них Поклонников Они купались В лучах Славы И прочее Но давайте Предположим Вот вы смотрите На это всё И У вас Либо Злость Либо ненависть Ощущение Несправедливости Вот почему Она должна Плистать А я вот Должна копить Там Три года Чтобы купить Какую-то Норковую куртку Маленькую Полушубку То есть Есть такое выражение Арабское У кого много Обязанностей У того Много прав Я бы это Переформировалась Формировала Там У кого Больше Обязанностей Да У того Больше возможностей Наверное Так лучше Друзья мои Плата За эти Все бриллианты Шубы Огромные Вы смотрите На эту красоту Но не каждый Из вас Может выдержать Это все Просто так Ничего в жизни Не дается За все Есть огромная Плата Чем больше Тебе дают Тем больше Ответственности На тебе Смотрите Ну например Оперные дивы Вот Образцова Вишневская У нас Другие Сейчас Не буду Перечислять Гаспарян Балагуар Тоже Голос Ее везде Приглашали Но она Осталась В Армении Этих Я говорю Невероятно Зарабатывали Их Пускали В заграницу В отличие От других Звезд Того времени У нее Вообще Огромное Количество Целая коллекция Бриллиантов Зыкина Которая Представляла Страну Вы понимаете Что Да Эти люди Жили Очень Богат У них Было Все О чем Другие Даже Мечтать Не могли Но у них Была Огромная Ответственность Этих Людей Могли Закрыть Любое Время В любое Время Они могли Оказаться В сталинских Лагерях Как Русланова Например Оказалось Они Ходили По Лезвию Ножа Они Имели Права На Ошибку Они Обязаны Были Выпускать Замечательные Первоклассные Фильмы Потому Что Они Были Лицом Целой Эпохи Ну Например Фильмы Александрова Все время Получали Сталинские Премии Пырье В том Числе Но Это Была Огромная Работа Вот Немного Схалтурить Немного Не так Сделать Немного Не так Сказать Не в ту Сторону Повернуть И человек Просто пропадал В этих Лагерях И он Больше Оттуда Не выходил То есть Тот же Самый Тракторист Со своей Пухленькой Женой В селе Намного Был Счастлив И спокойно Жил Чем Те же Пырьевы Ладынины И все Прочее Они Все время Были Под Прессингом Они Все время Были Под Наблюдением Они Имели Столько всего Но В любой Момент Могли Оказаться Вне Милости То есть Легко Ли нести Такую Ответственность За эти Бриллианты За эти Все Атрибуты Такой Богатой Жизни Вот Каждый Ли согласен В любую Минуту Все Потерять И оказаться Просто В сталинских Лагерях И Просто Там Бесследно Исчезнуть Кануть В лето Нет Я имею Ввиду Что И сейчас И в сегодняшний День Любая Профессия Которую Вы берете И Любой Человек Который На виду Любой Человек Которого Раздаривают Которому Просто Дарят Очень дорогие Вещи Благодарят Который Хорошо Зарабатывает Любой Из этих Людей Несет Огромную Ответственность Я понимаю Что первым делом Сейчас Вы скажем Вот Олигархи Они там Разграбили Все такое И мы сейчас Говорим Не про тех Кто Разграбил И на время Скажем Заработал Вон видите Что с ними Сейчас происходит Все у них Арестовывают Все у них Забирают И ну Разграбили И что Тоже видите Легко пришло Легко уходит Мы говорим Сейчас о людях Которые заслуженно Жили в достатке И После их Смерти Растаскивают Все эти бриллианты Все По разным местам То дети Неблагодарные Которые Та же самая Дурова У которой были Квартиры Машины Дачи И что случилось Сын алкаш Который Умер До того Как вступил В наследство Какая-то Сомнительная Невестка Которая Это все Прибрала К рукам И все Разбазарила Просто Ничего не осталось Но С одной стороны Вот Когда начинает Вот так вот Злорадно Вот Ничего не осталось Все это Ушло в никуда Послушайте А какая разница Когда человек умер Какая разница Этому человеку Уже эти бриллианты Кому достались Где остались У кого Она при жизни Это носила Она при жизни Жила как королева Она при жизни Была в достатке Красиво одевалась Была В тех странах Где хотела На самом деле Она от жизни Получала все А после жизни Зачем Мертвецу Бриллианты Зачем Мертвые душе Эти бриллианты Или эти Драгоценности Куда они ушли У кого они остались Мне кажется Без разницы Это злорадство Совершенно неуместно Человеку Это все Нужно При жизни Чтобы чувствовать Удовлетворение От своей профессии От своей жизни От себя самого Когда человек умирает Ему уже без разницы Куда это все уйдет По сути Поэтому Вот люди Которые Ничего не хотят Ни к чему не стремятся У них замечательное оправдание Это же не забрали с собой Это же вот Все равно осталось Ну понятно Никто ничего не забирает с собой Но Одно дело Когда ты Волочи Жалкое существование От копейки до копейки Пересчитывая И не желая Дальше развиваться Другое дело Когда ты живешь В свое удовольствие Но при всем этом Ответственность большая Давайте посмотрим на людей Много ли людей Хотят освоить новые профессии Для того Чтобы хорошо заработать Я мало знаю таких людей В основном люди плачутся Вот я закончила Там экономический факультет Вот Но бухгалтером работать не могу Никому не нужно это все Спрашиваю Вы давали объявление Вот Вы можете работать Частным бухгалтером Вот У меня есть бухгалтер свой Она ведет мой расчет Когда Яна сюда переехала Она взялась Как бы Мы попросили Она и у Яны проводит То есть это все Каждый раз Когда мы к ней обращаемся Мы ей оплачиваем работу Причем она даже не говорит об этом Мы знаем Мы такие люди Мы ценим и свой труд И чужой труд И у нее очень много дел Она все время занята И она нормально зарабатывает Она сама купила себе квартиру Она сама То есть самостоятельный человек Молодая девушка Но нормально живет Почему? Потому что на ней Очень большая ответственность Вести бухгалтерию Вести какие-то там Не знаю Какие-то сообщения Там получать от налоговой Отправлять отчеты И так далее Это все работа Не так ли? Вот вопрос Не хотели бы вы Работать частным бухгалтером? Да ну Это вот Я бы хотела Чтобы вот В какой-то фирме Вот нет такой фирмы Возьми За малую сумму начинай Понравишься ты людям Как ты ведешь бухгалтерию Как ты все Все проблемы решаешь Профессионально И будут тебя нанимать И ты будешь все время Обеспечена работой Не хочешь этого сделать? Ну я бы вот Я закончила Я хотела бы Все Разговор окончен Человек ни к чему не стремится Ничего не хочет И не будет Никогда ничего хотеть С такими людьми Говорить не о чем Живет девушка Ну большое селение Скажем так Ну в этом селе Есть учителя Есть школа Есть садик Есть еще какое-то там Учреждение Женщины живут Этим женщинам Тоже хочется быть Красивыми Ухоженными Чтобы ногти были В порядке И они вынуждены Там раз В две недели Скажем ехать В ближайший городок Делать себе маникюр Сидит девушка И говорит Что у нее нет работы И ничего не получается Спрашиваю А ты не пробовала Пойти на курсы Маникюра Несколько месяцев Это не так уж прям Космически дорого Да даже можно Самим научиться Вот если человек Со смекалкой Если у него мозги есть Самим взять и научиться Вон Яна сама себе Делает маникюр Научилась Да Просто для себя Лень ей ехать И времени нет Вот она сама себе Делает маникюр Себе Маме иногда Эти как бы Принадлежности Ну не стоит прям так уж Космически дорого Можно их купить Я знаю девушку Которую нам делают Маникюр Молодая девушка У нее огромное количество людей Не всегда по записи К ней попадешь Она все время отдыхает То в Сочи То еще куда-нибудь ездит За свой счет Она себе обеспечивает Жизнь Будет нормально Вполне Но она много работает Да Вопрос А вот не думала Пока ты учишься Скажем Чтобы просто Не сидеть На шее родителей И плакать Возьми Сходи на курсы Купи эти принадлежности Сначала делай бесплатно Вот месяц-два Просто мастер-класс Устрои Пусть люди ходят Делай бесплатно Понравится им В следующий раз Делай платно Не пробовала? Ну Учиться Я даже не знаю Я вот Я вообще Я в этом не понимаю Вдруг не получится Хорошо Волосыстрич Ты можешь? Хорошо К косметологам Ты можешь пойти Там посмотреть То есть Ну Не косметологам Извиняюсь Ну в общем Заниматься макияжем И все прочее Ну я не знаю Вот Учится на медицинском Техникум Там фельдшер Акушер Ну там все Сему учат И ставите уколы Системы Не пробовала Пойти Вот просто Есть много людей Которым нужна Эта система Они ставят Очень много мужчин Которые выходят Из запоя И такая беда В России существует И немало И многие хотят На доме Чтобы никто не знал И все прочее Потому что это Не очень приятная вещь Да Афишировать Не хотели бы Вот заниматься Я не знаю Ну просто Я вам расскажу Историю своей сестры У нее сейчас Две квартиры И дом И знаете Как она их заработала Ставила системы Она врач Разрывалась просто Потом она пошла Научилась Как макияж делать Начала макияж делать Мне делала Как-то я вам показывала Массаж У нее руки болели У нее прям Вены опухли От этого массажа Вот когда она Здесь в Москве работала Она отсюда Просто здесь накопила И купила Две квартиры Потом участок Начала строить День и ночь Она сделала Это за пять лет Она могла Работать на свою ставку Поехать Вернуться Немалая зарплата Но у нее было Большее стремление Она хотела Больше получить От жизни Своего ребенка Поставить на ноги Тем более Что она его Одна растила Только сейчас Вышла замуж И что вы думаете Постоянно были заняты Мы здесь Находились в одном городе И виделись Несколько раз в году И то если получалось Потому что Она постоянно была занята Точно так же Как и я У нее есть профессия Она могла сказать Ну зачем мне это надо Я Работаю И хватит мне Вот пусть мужик найдется И он мне купит Не знаю что Нет Она не надеялась На мужиков И не ждала их Она сама создавала Свою жизнь Для себя Для своего ребенка И к ней И к ней тоже есть зависть Она тоже ходит В бриллиантах Одетая В шубах В машине Квартиры есть Тоже есть зависть Тоже есть ненависть Тоже есть злорадство Тоже есть сплетни Почему Потому что Люди Которые Ни к чему не стремятся Они никогда Не поймут Что Чем больше Ты Создаешь Тем больше Ты несешь За это ответственность Все хотят Хорошо жить Каждый ли готов К этому Вы готовы Открыть ИП Платить бухгалтеру Вести Эту бухгалтерию Платить налоги Постоянно Это все проверять Отчеты Чтобы отправляли Вы готовы За машины Платить Каждый год Налог Обновлять Страховку За свой дом За землю Ну За воду Мы здесь не платим Потому что У нас колодесная вода За газ За все остальное Это нужно оплачивать Налоги За квартиру За дома Приходят Постоянно Это все Твоя ответственность Это все Твое Все это Нужно Сделать Первые годы Если ты покупаешь Это все Нужно Под себя Это все Устроить Обновлять Вот эти все Заборы Не знаю Все Все что Возможно Потом начать Жить Внутри Наводить порядок Устроить Уют Растить Детей Поднимать Вместе с этим Всем Вы готовы К этому всему Я уверена Что любого Из тех Кто сидит И злорадствует Над теми людьми Кто стремятся Жить хорошо Любого из них Просто остановить И просто На несколько дней Дать график Моей личной работы Они Просто Не знаю Они убегут в лес Человек должен Стремиться К достатку Но он должен Задать себе вопрос Я готов За все это Нести ответственность Много дают Много требуют Судьба такая Даже те Которые выходят Замуж за богатых Людей За Миллиардеров И все прочее И носят Казалось бы Просто так Да Из грязи В князи Вот ничего не имея Сразу же Все у них есть Это тоже Огромная ответственность Все что там есть Это им не принадлежит Лучше самой создать Пусть это будет Не так много Но твое Потому что там Это вот легко И просто получено И совершенно Ничего из этого Не твое Эти все бриллианты Эти все дорогие Миха и так далее Это всего лишь говорит О его статусе И о том Насколько он Сильный Богатый Могущественный Человек Что его Жена Которую он Рассматривает Как свою собственность Носит вот такие Вот дорогие вещи Это Это символ Его статуса На ней Не более того В любой момент Когда она решит Уйти от него Все что у нее есть Это все отберется И она С голой задницей Оттуда уйдет Друзья мои За все В этой жизни Нужно платить Ничего бесплатно Не дается Кому-то Деньги Может показать Что даются Легко Хотя это тоже Не факт Знаете ли Ну по крайней мере Не заработанный Отнятый у кого-нибудь Такое бывает Но и за это Тоже есть плата Вон вам Хованское Кладбище Свидетель Сколько Таких Молодцов С 90-х Там лежат Никто из них Не дожил До нашего Времени Плата За хорошую жизнь За царскую Королевскую жизнь Но короткую жизнь Те самые Оперные дивы Которых вы видите Те самые Известные режиссеры Драматурги Писатели Неважно Все которые Вот просто Вот Которых Одарили Всем чем Возможно И которые Имели все Возможности И везде Побывали И везде Жили И все такое Они все прошли Через травли Они все прошли Через тысячи Препятствий Они все прошли Через страх Лагерей В свое время Это тоже была Плата За Хорошую жизнь Когда ты От толпы Как-то Отделяешься Как-то Отходишь От толпы Толпа Будет делать Все для того Чтобы вернуть Тебя в свои ряды Любыми способами И если Не сможет Вернуть Естественно Уже будет Плеваться В твою сторону Когда Вы чего-то Хотите В своей жизни Задайте себе Следующий вопрос Зачем Мне это Нужно И готов Ли я За это Платить Готов Ли я Нести Эту ответственность Быть может Вам достаточно Одной квартиры Однокомнатной И на большее Вы не сможете Не потянете Не потому что Вы не хотите Вы можете Много чего Хотеть Но вы Не понимаете Что есть ответственность За имущество Тоже есть ответственность За все есть Вот все Что вам в жизни Дадут Вы за все Это будете Нести ответственность За это платить Это содержать Вы готовы К этому Если готовы То вперед Просто Еще раз повторяюсь Огромное количество Людей Которые сидят Ноют Но Как только Им предлагаешь Определенные Варианты Для того Чтобы в жизни Подняться И жить Самостоятельно Никто Из них Даже близко Не желает Об этом думать Элементарно Огромное количество Работ С помощью которых Можно найти Работу Предназначение Призвать Скажем Клиентов Если человек Работает на себя Даже это Лень Людям проводить Лень Для себя Что-то делать Делать Лень Менять свою жизнь О чем мы говорим Ваша жизнь Будет меняться Тогда Когда Ваши желания Ваши действия И ваши мысли Будут совпадать Вот этот Треугольник Он открывает Некую дверь Я хочу Носить Дорогие вещи Я буду делать Все Чтобы носить Эти вещи И я делаю Что-то Чтобы носить Эти вещи Мысль Желание И действие Они должны быть Едины Если вы хотите Носить Эти вещи Но В мыслях Вам Не хочется То есть Вы думаете О том Что Ну Как-то Я не хочу Ничего делать Для этого И действий Никаких Не предпринимайте То это Останется Только мечтой Не более того Живите в достатке И стремитесь К достатку Потому что Если вы хотите Кому-то помочь Для начала Вы должны помочь Как вы можете Кому-то помочь Если вы сами Себе Не в состоянии Помочь Но помните Что любой достаток Любая слава Любое отличие От других Любая жизнь В более комфортных Условиях Чем у других Предполагает И большую Ответственность Огромную Ответственность Поэтому я всегда Говорю Что Быть может Тот самый Тракторист Со своей Пухленькой Женой В селе Миллион Раз Счастливее Чем Те же Самые Чарльз И Диана Да У которых Было очень Был очень Несчастный Брак И каждый Из них По-своему Был одинок Ну это Так Один Пример А таких Примеров Очень много Вспомним Песню Все Могут Короли Лишь 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 Вот Мне Летать Это Тоже Может Наскучить А потом Человек Понимает Насколько Он Несчастен Со всеми Этими Дорогими Вещами И бриллиантами Он просто Чувствует Себя Самым Несчастливым Человеком На земле Готов Поменяться С кем Угодно Как Екатерина Великая Говорила Я Была Настолько Несчастна Что Готова Была Поменяться Ролями С любой Из своих Слуг Просто Настолько Была Несчастна Задумайтесь Над этим Задумайтесь И задавайте Себе Часто Вопросы Это Очень Нужно Если Вы Хотите Найти Ответ И Понять Самого Себя А я Пойду Работать Дальше Мне Же Все Легко И Просто Дается Не Так Ли Господа Хайтеры Да Уж А Сейчас Данный Момент Уже Пол Пятого Утра Скорее Всего Всем Удачи